Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы с вами будем проводить распаковочку, если что, уже по второму кругу, потому что я немножко лоханулся и забыл включить петлю. Ну, бывает. К сожалению, упаковка уже вскрыта, но я еще ничего не смотрел. Клянусь богом! Вот там у нас находится BDK History de Parfum. И сейчас мы с вами будем это все смотреть. Дети у меня просили снять особенно про History de Parfum, потому что я уже знаю, у вас там по 10 флаконов этой ниши, вот, а у меня ни одного. И я их знаю очень-очень-очень поверхностно, и они у меня, помню, отливились, типа, какие-то пробники я нюхал и сказал, фу, это пахнет дедом. Вот, ну а BDK сейчас набирает большую популярность, ну и как его не обозреть, я даже и не знаю. Поэтому давайте вскрывать эту коробку, которая уже вскрыта, к сожалению. Но, в общем-то, мы ничего с вами не потеряли. Вот. Ну и не забывайте, что это видео, как всегда, снится с поддержкой сайта магазина парфюмерии и косметики РНДУ. Ну и, как всегда, мы оставляем вам промокодик на скидку 10%, 10 классен. Промокод действует на весь ассортимент на покупки от 2,500. Поэтому не трепещите и не трепещимы будете. Пользуйтесь им, экономьте. Сколько жизней было спасено этим промокодом, вы бы знали. Итак, смотрите. Вот такие вот History de Parfum у нас тут лежат. Вот. Я уже заценил упаковку и мне не очень нравится. С History вообще никак у меня не вяжется. Какая-то радуга. Вот эта желтенькая история. Вот такой вот нам подарочек рандевухи положили. Маска тканевая. Вот. И bubble маска. Корейские такие вот секреты. Секреты. Секреты корейской терапии. Дальше. Четыре тестера BDK. Я, короче, решил это, знаете, быть бабкой проценщицы и немножко сэкономить. Почему? Потому что тестеры этого бренда, они идут с крышками. Поэтому мы с вами ничего не теряем, а только приобретаем. Блядь. У меня сейчас тут чуть все не упало. Ну, в общем, тестеры BDK. Будем с вами тоже сегодня их быстренько тестить. Я вам напоминаю, что это быстрые затесты. Это первое впечатление. Никаких размусоливаний тут не будет. Дальше. Такие вот history. Блевотный ужасный зеленый цвет. Фу. И такой вот коричневенький. History de Parfum. Как их различать, я еще не научился. И такой вот тоже оранжевенький цвет. Тоже на любителям. И полная версия товарная BDK. Это Rouge Smoking. Говорят, что все кончают от этой вишни. Давайте, собственно, с нее, с этой вишни и начинать. Сейчас вскрываем вот эту же слюду. Я ее уже пальчиком поддел в прошлом видео. Вот. И выпездываем отсюда коробочку. Так. Ну, флакон очень... Ой, не флакон, а как его. Коробка очень приятная. Такая вот качественная. Такая, знаете, тяжелая. И отсюда выдвигается такой вот флакончик. Очень даже ничего. Ну, знаете, как по мне, коробочка уж очень какая-то серьезная. Такая, знаете, деловая. Бизнес-коробочка. Если вы бизнес-вумен, эта коробочка вам прям зайдет. Тут перечислены ноты, которые есть. Ну, в общем, поняли, да? И сам флакон достаточно лаконичный, простой. Вот так вот он выглядит, собственно говоря. BDK. Крышечка у него тяжелая. Я уже заценил. Весит она. Ну, грамм 60, мне кажется. Даже побольше. Грамм 80-100 она весит. Тяжеленькая. И, походу, металлическая. Так, давайте сразу же наносить на блотер, на блотерацию. И тестить. BDK Rouge Smoking. Говорят, что это лучшая вишня на планете. Все с нее кончают. Пульверизатор огонь, конечно. Видели, как он распыляет этим вот облачком? Поцелуй меня в облачку. Короче, пахнет реально вишней. Это не черешня. Аромат не супер сладкий. Уже пошел какая-то, знаете, такая вот пошла дымность, дымноладанность. Такие вот идут намеки на северокорейские бани. Или как там это называется? На турецкие, короче, хамамы. Наверное, это так выражена табачность. Вишни чувствуются. Вишня точно здесь. Есть аромат реально приятный. Вот вишня есть. Дымность есть. Ну, что еще надо для жизни? Слива вроде еще есть. Вот чувствую сливовый моментик. Ну, в общем, для первого впечатления достаточно. Вишня есть, слива и вот дымность. Дымный ароматик. Так, будем разнашивать. Это у нас руш смокинг. Да? Вишня. А руш, это что? Это красный. Дальше пошли победики. Букет Де Хонгрия. Вот так вот выглядит тестер. Букет Венгрия. Что такое Хонгрия? Венгрия, наверное. Вот. И что хорошо? Тестеры у нас идут с крышками. Девочки, ну что нужно для жизни? Сэкономили, крышечку получили и все довольны. Так, букет Хонгрия. Я, девочка, не американка. Говорю сразу. Уже сто раз вам говорила. Пора бы уже выучить. Давайте наносим его на блотер. Ну, вы видели, какой пшик был. Жирный. Пахнет личием. Пахнет пионом. То есть, знаете, такая розово-цветочная композиция. Очень девочковая. Очень нежная. Похожа на блузу. Сен-Лоран бутиковую коллекцию. То есть, пион, лищи. Все такое вот. Розово-цветочная. Нежная капельку акварельная. На весну будет кайф. Вот. Хорошее первое впечатление. Достаточно много означающее. Дальше. Па-де-суар. Или па-де-суар. Девочки, я не француженка. Давайте. Как всегда у нас тестер идет с крышкой. Ну, вот как я люблю, когда тестер с крышкой. Потому что, когда ко мне пришла рожа в тестерах, она была без крышек. Я там чуть не умерла от инсульта. От шока и ужаса. Так, короче, наносим па-де-суар. Сюда вот. Ой, очень сладко. Очень сладко. Какое-то варенье. Какое-то варенье. Я, если честно, прочитал, что это так должна пахнуть айва. Я его жрал, честно говорю. У меня даже на даче растет айва. Но я не очень помню вкус. Это что-то такое, знаете, грушевидное, ебловидное. То есть, знаете, ну, если представить, что это было бы вареньем, то возможно. Возможно, да. Вот, но, да, пахнет вареньем, карамельками какими-то вот такими. Вот фруктовым варьевым, я бы сказал. Возможно, да, айва. Буду разнашивать, скажу вам более точно. Очень сладко. Прям сладчайший аромат. И такой, знаете, тонкий, необычный. Я такого не слышал. Это не вот этот вот Турезор Ля Нуи, который уже у всех в печенках сидит. Поэтому не говно. По первому впечатлению. Буду разнашивать. В холодные денечки. Дальше. Дальше следующая тестерочка у нас Крем Декур. Вот это вообще топ всех продаж. Он самый дорогой из этих бедзикеев. Крем Декур кремовая кожа переводится. Здесь я американка. Или на каком-то языке. На французском. Я француженка. Вот. В общем, достали. И работаем с тем, что есть. Вот. Крем Декур. Кремовая кожа. Все рукоплескают. Мне даже подобрал этот аромат Кристен Вовк. Если помните, мы делали срачку. Она сказала, что этот аромат мне супер подойдет. Ну, сейчас посмотрим. Подойдет он мне или нет. Вовкша, не нарывайся. То запишу новое видео и разотру тебя пяткой. Поэтому не играй с огнем. Так. Ну, пахнет чем? Сигаретами. Сигаретами пахнет. И какой-то замшей. То есть, явно есть какая-то табачность. Сырая, как в жасмине сигаретах. От Эльдо. От Этатли Бардаран. Жасмин сигареты, знаете. Вот здесь такие вот сигареты. Дым и замша. Пока слышу этот танк. Аромат действительно интересный. Мне кажется, будет сидеть очень близко к коже. Совершенно не будет шлейфить. Типа, знаете, такой аромат вторая кожа. Типа, моя кожа пахнет не говном, а сигаретами. С замшей. Что-то типа того. Ну, в общем, хрен знает. Это надо точно разнашивать. Потому что аромат сложный. Ну, вот сказал. Мне пахнет сигаретами и замшей. И есть еще какой-то момент воскуренности. Как будто какого-то ладана. Как будто. Дальше. Последний аромат из Бедикеев. У нас Тубероза Империаль. Я его боюсь наносить. Потому что обычно Тубероза. Это что-то нереально пиздодробительное. То есть, знаете. Туберозу нанес. И в живых совершенно не остался. Ну, в общем, давайте тестить. Посмотрим, умрут ли у меня все тараканы. Или нет. Смотрим, короче, на личном примере. Тубероз Империаль. Уже пугает это название. Типа Императорская. О, боже. Ну, да. Ну, мега Тубероза. Прям. Супер хищная. Не молочная. Ядреная. Зеленая. Не напыщенная. Не как в Армане Прайв. Руш. Малахит. Не как в этом. Александра Макуин. Оде Парфам. Не такая. А она тут очень зеленая. Очень зеленая. Не хищная. Немножко кислая. Тубероза. Как-то так. Ну, сразу она, конечно, забивает с ног. Туберозные ароматы. Они такие. С подъебцой. То есть, если у вас болит башка, то пшикните Туберозу. И вам станет еще хуже. Вот. Но такие ароматы нужно прям носить на выход. Как мне кажется. Чтобы там уже всех придушить. И чтобы никто не выжил. В общем, мне пока что нравится. Тубероза интересная. У меня такой Туберозы в коллекции нет. Поэтому будем разнашивать, девочки. Идем дальше. И делаем выводы. Так. Уберу тут, чтобы мне не мешалась пупырочка. Интернешнл. Мы с вами переходим в History de Parfum. Ну что, давайте начнем с радужной такой вот коробочки. Они у меня все запечатаны. В такой вот версии коробочной инстанции. Как он называется? Где это смотреть название? Я вообще не понимаю. А, ну вот на наклеечке. На наклеечке тоже не написано. 1472 год. Да. Вот. Вот здесь вот написано название аромата. 1, 4, 7, 2. Если честно, я вообще не знаю. Что это за History de Parfum? С какими историями он связан? Если вы знаете, напишите в комментах. Вот. Там у них еще есть какие-то названия. Но я вообще не вдуплил. Какой-то Marquis de Sade. Какой-то Divina la Comedia. Ну вы поняли, да? А я вообще в этом ничего не понимаю. И как он открывается? Вот вопрос века. Как это открыть? Кто-нибудь мне скажет? Как это вообще открывается? Куда тянуть-то ее надо? Боже, девочки. Как его открыть? Кто-нибудь знает? Так. Ароматец лежит там. За что надо потянуть? Вопрос. Ой, я порвал. Девочки. Спасайтесь, кто может. Как его открыть? Кошмар. Он заклеен, что ли? Или что тут? Как мне понять вообще? Как его открыть? А, ой. Он открывается, девочки, как нижечка. Но я уже порвал. Плеву. И тут в такой вот бедной коробке черной в крафте лежит этот хистериде парфюм. Это у нас, девочки, 60 миллилитров бедных духов. Ну, такое оформление, конечно, знаете, на любителя. Ну, то есть вообще не лакшери, а какая-то это, мозгоебля плюс. То есть это надо найти, где... Ну, может, я, конечно, знаете, криворукая горилла. Но все равно. Я считаю так. Так. Хистерия де парфюм, 1472 год. Ну, вот бутылочка мне уже нравится. Она такая, знаете, нишевая. Такая, ничего лишнего. Такая, типа, с намеком на минимализм. Ой! Типа, мы любим читать книжки и все такое. Хобби учиться, да. Ну, в общем, что, давайте пшикать. 1472. History de Parfum. Ну, да, пульверизатор тут обычный. Ничего такого изъебистого нет. Ну, и что, пошло что-то интересное. Ну, вы бы сказали, что пахнет бабкой. То есть, знаете, пошел такой ядреный напор каких-то дубового мха очень много. Очень много дубового мха. Как будто какой-то коньяк. Но мне кажется, это не алкоголь. А именно какой-то цветок. Вот нарцисс любит давать. Знаете, такую немножко приалкоголенную нотку. 1470. Вот ноты тут написаны. Армаис и ланг и ланг. Вот любимый бабушатник. Аккорд солнца. Жасмин. Мочевой наш. Ну, тут все французский. Я вообще ничего не понимаю, что тут написано. Ну, вот и ланг и ланг. Мощный. Нарцисс я тут слышу. Жасмин на минималках. Ну, вы знаете, аромат такой супер классический. Вот люди такие ароматы называют бабушатником. Я такие ароматы люблю. В общем, знаете, я характеризую его быстренько. Классика. Ну, а дальше, конечно, в следующих обзорах вы будете про него слышать намного больше инфы. Но по первому впечатлению, это классика, девочки. Дальше рыженькая такая вот упаковочка. Давайте ее вскрывать. Это 1969. Так же вообще не понимаю, как он называется. Ну, вот какого фига они не пишут вообще. Вот их что, по годам запоминают? Где написано название вообще аромата? Вот все заумно. Да, нельзя. Просто. Вот так вот уже научился вскрывать. Тут вот эта вот бедная упаковочка черная. Вот так вот за дверцей у нас спрятан флакончик. И вот он. А как он называется, девчонка? 1969. Вот написано. La sensualité, charnelle, de volupte, bouquet, усилие, эротизм, гурман. Что-то тут должно быть про эротику, девчонки, как я понимаю. Да. History, le de parfum. Ну, короче, сами вот смотрите. Напишите 1969. Возможно, с намеком на 69-ю позу. Типа это. Лизинг, там все дела. Давайте, в общем, пшикать, смотреть, какие тут эротические ноты вообще присутствуют. И с чем их едят. Так. Какие ноты тут вообще заявлены? Роза, fleur blanche, кардамон, пачули, шоколад, кафе, мускбланк. Мускбланк. Что такое бланк? Светлый мускус, типа белый или что? Так. Ну, шоколад есть. Кафе немного нет. Нет. Кардамон, да. Специи, в принципе, да. Роза, да, есть. Аккорд цветов есть. Арам, мускус, на мускусе собранная композиция. Действительно, звучит интересно. То есть, это сочетание гурманских нот и цветочных. Совершенно неожиданно слышать в аромате. Потому что, если вам скажут, гурманник плюс цветы, вы скажете, равно блевотина. Но здесь действительно это интересно собрано. Именно специи, вот этой вот истории, кардамоном, перцем это все собрано. Мне нравится. Действительно, такой ротик. Письмо в ротик. Так, девочки, двигаемся. Дальше. Давайте зеленый блевотный вот распакуем. А то он меня уже бесит тут своим видом. Распаковываем зеленый блевотный. Это у нас 1899. Называется. Аромат. Как вообще их понимать? Что есть что? Я вообще не понимаю. Вы их по годам запоминаете? Я когда заказывал, там было написано. Зивина ля комедия. Маркиз де сад. А тут вообще ничего не написано. Может я, конечно, жопой смотрю. Но фиг знает. Но тут что-то вообще реально ничего не написано. Ничего не понимал. Девчонки. Так, тот же самый флакон. Слушайте, вот это вот, знаете, тенденция ниши это клепать одни и те же флаконы. Знаете, вообще все в плюсе, кроме потребителя. То есть, это у нас. Производитель не тратит вообще ни хрена денег ни на дизайн, ни на хуяин. Чтобы, ну, делать под каждый флакон свой аромат. Под каждый аромат свой флакон. То есть, наклепал бутылок, наклеил наклейку и все заебись. Типа. Мне такой подход нравится не очень. Металлические крышки, ну, хоть за это плюс. 1899 год. От History de Parfum. Давайте смотреть, короче, чем это пахнет. Напомню, коробочка была зелено-блевотного цвета. О-о-о, бергамот. Ирис. Ну, это зеленый аромат. Слушайте, он мне уже нравится. Только почему такая коробка блевотная была, не понимаю. Очень классный зеленый травный аромат. Вот прям зеленый-призеленый, свеже... Вот кисленькая, свежескошенная трава. Какая-то полынька тоже здесь чувствуется. Без фужера, без вот этой лаванды, без вот этих клоповников. То есть, очень все чисто, невинно-благородно, зелено-зелено. Слушайте, мне нравится. Вот прям лето-летнее, либо вот поздняя весна. Прям зеленуха конкретная, с горчинкой такой вот. С горчинкой. Я сегодня, кстати, ношу Веридеурт Парисе. Как-то я сразу вот полы не узнал. Дальше. Давайте коричневенькую упаковку. Это у нас называется 1740 год. От History de Parfum. Как смотреть название, я хер знаю. Пишите в комментах, где эти названия настоящие. Написаны. 1740 год. От History de Parfum. Бедная упаковка. Картонка. А аромат-то не дешевый. Если еще так. Сколько они там стоят? 9000 один флакон. Вот так вот как-то. На Бедике, я вам не сказал, цены. Бедике у нас по десятке где-то за флаконы. Там History de Parfum. 1740 год. Наносим. И параллельно читаем ноты. На тусечке. Такая вот коричневая жидкость уже прельщает. Воображение. Пахнет уже какой-то блевочиной, если честно. Пачулик, кориандр, кардамон, кедр, кожа, ваниль и мартель. Вот мне какая-то, знаете, очень ядреная амбра. Прямо отрыжка кашалот. Кто-то блеванул и сказал, это парфюмерия. Также на пачулях очень землистая амбра. Я бы назвал. Кардамон, да, здесь чувствуется. Перец. Ну, вот как-то. Вот так вот сразу уже не скажу. Очень много пачуля. Очень много амбры. И вот специи. Кардамон, мускатный орех еще. Пыльный аромат. Как будто, ну, вот реально, как будто вы сунули нос в угол пыльный. Где же живет ваш пыльный монстр. И прям носом втянули вот эту вот всю труху. Такой вот запах. Буду тестить. Ну, возможно, и многовероятно, что это будет у нас старая школа. А-ля. Дальше. Следующий флакон. Последний. 1804 год. Давайте его вскрывашничать уже. И закругляться. Так, 1804 год. Бедная упаковка. Девки, ну, как можно такую упаковку делать за такие деньги? Мне кажется, я должна открыть и кончить. Ну, это же не тестер. А упаковано как тестер какой-то, знаете. Экономят на всем. Вообще не уважают никого эти изготовителя. Ужас. Грех. Куда смотрят наши дети? 1804 год. Наносим. Так. Ну, неплохой пульвик. Но бедяки, конечно, лучше. На мускусе что там? Там, что тут у нас? Ананас. Есть. Есть ананас. Жасмин. Какой-то роза. Сандал пачули. Ну, давайте скажу, что слышу. Слышу ананас. Слышу ананас. Какие-то топинамбуры тропические. Знаете, как тропический фрукт вместе с ананасом перемешали. Что-то такое мультифруктовое на очень ядреном мускусе из-за разряда пюрмаз Нарцисса Родригес. Ну, вот и как-то вот так. Вот и зеленые ноты в начале. Что-то типа ревня. Очень симпатичный аромат. Ананас я в парфюмерии встречал раза три в жизни. Это третий. Ну, слушайте, мне нравится. Зеленый такой вот задорный фруктовый ароматец. Я вам сразу говорю, это первое впечатление, что вы хотите. Что я вам тут все рассказал. Даже не мечтайте. Но можете надеяться. Ну, ананас есть, да. Ну, вот такую вот базу, которую здесь... Ну, сандал, кстати, вот в базе. Можно кое-как вычленить. Вот эта вот сухость сандали стоит. Тут она есть. Интересно. И какая-то табачность тоже присутствует. Слушайте, ну, мне нравится. Пишите, что вы пользовались. Что у вас есть вообще в коллекции из этих ароматов. Я, короче, пошел их тестить. Вот буду тестить. Ухожу в себя на две недели. Буду их тестить, тестировать. А потом моим сладким лопатусиком, моим катышком в пупочке выложу всю информацию. Чистую правду. Что я думаю об этих ароматах. Ну, а вы, как всегда, не забывайте ставить лайк, пишите комментарии, подписываться на мой телеграм-канал, пользоваться моим промокодиком. Ну, все. С вами был я, Кирилл. До новых встреч. Ублю, целую. Пока-пока.